Итак, мы написали программу Hello World и даже в общих чертах разобрались, из чего она состоит. Пришло время ее скомпилировать. Для этого нам понадобится компилятор, который входит в состав Java Development Kit. Скачать JDK под основные платформы и операционные системы можно совершенно бесплатно на сайте Oracle. А если у вас Linux, то можно поискать JDK в репозитории пакетов и установить при помощи пакетного менеджера. Будьте внимательны. Кроме JDK есть еще JRE, Java Runtime Environment. Он содержит только виртуальную машину для запуска Java программ, но не содержит компилятора и других инструментов разработчика. Вам нужно установить именно JDK, который включает в себя и JRE. Чтобы скомпилировать нашу программу, запустим командную строку, перейдем в директорию с исходниками программы и вызовем компилятор. Для начала просто проверим, что компилятор доступен, запустив следующую команду. Если все хорошо, то он напечатает свою версию, совпадающую с версией JDK. Если же случится ошибка «команда не найдена», то вам нужно добавить путь к JDK, распакованный у себя, в переменную path. Как это сделал я. Компиляция делается очень просто. Мы вызываем компилятор и передаем ему имя файла с исходниками. Если наша программа состоит из нескольких исходных файлов, то перечисляем их все через пробел. Когда компиляция успешно завершится, то в текущей директории появится файл HelloWorld.class. Если в нашей программе несколько классов, то на каждый класс появится отдельный такой файл. Класс — это стандартное расширение для файлов с JavaByteCode. Вы ведь помните, что Java компилирует не в машинный код, а в байт-код для виртуальной машины? Класс файл можно попробовать открыть в текстовом редакторе. Но поскольку он в двоичном формате, то понять в нем что-то весьма затруднительно. В JDK есть инструмент, выводящий байт-код в текстовом формате, удобном для просмотра глазками. Инструмент этот называется JavaP и запускается так. Вот здесь мы видим инструкции байт-кода, распечатанные в удобном для изучения формате. Я не предлагаю вам сейчас учиться читать байт-код и изучать его инструкции, хотя это и не так сложно, но хочу отметить один важный момент. Байт-код также оперирует классами и методами, как и исходный код. И на уровне байт-кода точно так же нет указателей и никакого прямого доступа к памяти. Теперь у нас есть компилированная программа, представленная одним или более класс-файлом. Чтобы ее запустить, нам нужна виртуальная машина. Она называется просто Java. Чтобы запустить программу, нужно указать в виртуальной машине главный класс программы, содержащий метод main. Давайте попробуем. Важно, что мы указываем имя класса, а не имя файла. Виртуальная машина сама находит нужный файл. В данном случае она будет искать hello world class в текущей директории. Если классы программы находятся в другой директории, то надо сообщить об этом виртуальной машине при помощи параметра class path. Если программа состоит из нескольких классов, то во время исполнения все они должны быть доступны виртуальной машине. Если какой-то класс не найдется, то виртуальная машина упадет с ошибкой.